Здравствуйте, дорогие ребята! Начинаем урок чтения. Тема сегодняшнего урока – рассказ Большая береза Нины Михайловны Артюховой. Нина Михайловна Артюхова, ребята, родилась давно, более ста лет назад, в 1901 году. Ее отец Михаил Васильевич Собашников был известным московским книгоиздателем. В их доме много и часто было гостей. Гости эти были необычные, удивительные. Это были ученые и писатели. И Нина росла в атмосфере глубокого и живого интереса к литературе. Был в их семье еще один очень интересный обычай. Нина с ее сестрой Таней выпускали домашний рукописный журнал. В этом журнале были их рассказы и стихи. Украсили свой журнал девочки яркими картинками и красивым заголовком. Когда Нина Михайловна повзрослела, она окончила московский университет и стала химиком. Но в 20-х годах 20 века Нина Михайловна написала первые свои рассказы. И это дело так ей понравилось, что она решила стать писателем. Всю жизнь Нина Михайловна провела рядом с детьми. Она написала множество произведений. Ее рассказы, стихи, сказки и загадки были опубликованы не только в книгах, но и в детских журналах, и в детских газетах, ребята. В каждом из своих произведений писательница давала умный и сердечный совет. Она просила своих ребят оставаться внимательными, смелыми, чуткими и отзывчивыми людьми. Мы прислушаемся к ее совету. Итак, «Большая береза». Как вы думаете, ребята, а можно ли по названию определить, о чем пойдет речь в этом произведении? Конечно, можно. Речь пойдет о «Большой березе». А кто главный герой этого произведения? Вы сможете сказать мне, отгадав загадку. Кто вас, детки, нежно любит? Кто вас, детки, так голубит? Не смыкая ночью глаз? Кто заботится о вас? Конечно, мама дорогая. Главный герой, ребята, этого рассказа – мама. А еще, ребятки, в этом произведении мы с вами встретим незнакомые слова. Давайте с ними познакомимся. Первое слово. Терраса – летнее открытое помещение в жилом доме. Дачник – человек, который живет за городом, занимается выращиванием цветов, овощей и других культур. И еще одно слово. Запомните. Овраг – глубокая, длинная впадина на поверхности земли. Познакомились со словарем? Ну, тогда переходим к работе над произведением. Откройте свои учебники на странице 154. Я вас жду. Приготовились? Итак, ребята, вы можете следить по учебнику за моим чтением, а можете читать вместе со мной и рассматривать картинки. Начинаем. Глеб. Глеб. И разобьется. Чашка выскользнула из маминых рук и со звоном упала на пол. В дребезги закончил Глеб, с ужасом глядя на белые черепки. Мама выбежала на террасу, подошла к калитке. Где он? Мама, наконец, поняла, где нужно искать. Она увидела Алешу. Она смерила глазами расстояние от его ветки до земли. И лицо у нее стало почти такое же белое, как этот ровный белый ствол. С ума сошел, повторил Глеб. Она подошла к дереву. Ну как, Алеша, сказала она, хорошо у тебя? Алеша был удивлен, что мама не сердится и говорит вот таким спокойным, ласковым голосом. Здесь хорошо, сказал он, только мне очень жарко. Это ничего, сказала мама. Посиди, отдохни немного и начинай спускаться. Только не спеши, потихонечку. Отдохнул? Спросила она через минуту. Отдохнул. Ну тогда спускайся. Алеша, держась за ветку, искал, куда бы поставить ногу. В это время на тропинке показался незнакомый толстый дачник. Он услыхал голоса, посмотрел наверх и закричал испуганно и сердито. Куда ты забрался, негодный мальчишка? Слезай сейчас же. Алеша вздрогнул и, не рассчитав движение, поставил ногу на сухой сучок. Сучок хрустнул и прошелестел вниз к маминым ногам. Не так, сказала мама. Становись на следующую ветку. Потом повернулась к дачнику. Не беспокойтесь, пожалуйста. Он очень хорошо умеет лазить по деревьям. Он у меня молодец. Маленькая, легонькая фигурка Алеши медленно спускалась. Лезть наверх было легче. Алеша устал. Но внизу стояла мама, давала ему советы, говорила ласковые, ободряющие слова. Земля была совсем близко. Алеша повис на руках, вытянулся и спрыгнул на высокий пень, с которого и начинал свое путешествие. Он стоял красный, разгоряченный и дрожащими руками стряхивал с коленок белую пыль березовой коры. Толстый незнакомый дачник усмехнулся, покачал головой и сказал. Ну-ну, парашютистом будешь. А мама обхватила тоненькие, коричневые от загара и сцарапанные ноги и крикнула. «Алешка, обещай мне, что никогда, никогда больше не будешь лазить так высоко!» Она быстро пошла к дому. На террасе стояли Володя и Глеб. Мама пробежала мимо них через огород, к оврагу. Села на траву и закрыла лицо платком. Алеша шел за ней смущенный и растерянный. Он сел рядом с ней на склоне оврага, взял ее за руки, гладил по волосам и говорил. Ну, мамочка, ну успокойся, я не буду так высоко, ну успокойся. Он в первый раз видел, как мама плакала. Поучительный рассказ, не правда ли, ребята? Да, этот рассказ учит нас заботливому, нежному отношению к самым близким, самым дорогим нам людям, к нашим мамам. А сейчас давайте проанализируем. Назовите героев рассказа. Вы их запомнили, ребята? Итак, это мама, главный герой, Алешка, его друзья Глеб, Володя и, конечно же, вы помните, незнакомый мужчина, дачник. Скажите, ребята, все ли эти герои одинаково отнеслись к поступку Алеши? Как вы думаете? Подумали? Я предлагаю вам составить такую таблицу. Реакция людей. Начнем с Глеба, ведь это он первый прибежал домой. Испуганное лицо было у Глеба. Он плачущим голосом, с ужасом закричал, что его друг Алешка разобьется в дребезги. Реакция Володи. Он тоже испугался. Он живо заглянул в окно и крикнул Зинаида Львовна со страхом и испугом. Реакция мамы, ребята. У нее выскользнула чашка из рук. Она испугалась, конечно, за своего сына. Выбежала, побелела. Она затем взяла себя в руки тихо и строго, спокойно и ласково помогала сыну спуститься с березы. И реакция дачника. Он закричал испуганно, сердито. Помните, ребята? Так скажите мне, кто из этих героев мог совладать со своими чувствами и оказал помощь Алешке? Конечно, это мама. Сделаем вывод. Любая ситуация разрешима. Всегда можно найти выход. Не забывайте об этом, ребята. Нельзя поддаваться панике. Человек должен владеть собой в любой ситуации. И самый главный вывод. Мама – это тот человек, который лучше других и поймет, и поможет. Ведь мама – ваш лучший друг. Недаром в народе говорят «при солнце тепло, а при матери – добро». Как вы понимаете смысл этой пословицы, ребята? Я вам помогу. Солнышко греет, от него тепло. И все живое на планете очень любит греться в его лучах. Мама делает только добро. Рядом с ней всегда хорошо, тепло и уютно. Согласны со мной? Я предлагаю, ребята, самостоятельно прочесть вам текст на странице 154. Ответьте на вопросы к тексту. И еще одно задание. Составьте-ка картинный план к этому тексту. И попрошу вас этот картинный план нарисовать в своей тетради. На сегодня урок окончен. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова